Далее было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце сходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой, А потом появились растимые звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, мои хорошие. Остается уже совсем немного времени до светлого праздника Воскресения Христова. Но впереди нас еще ждут целых четыре дня поста, особо строгого поста, ведь сейчас идет Страстная Седмица. А что значит Страстная? Она называется так, потому что в это время мы вспоминаем те страдания, или по-церковно-славянски, страсти, которые перенес наш Господь. Оставаясь Богом, Он по своей воле сделался человеком, претерпел муки и принял смерть. Он сделал это для того, чтобы подарить всем людям вечную жизнь. Этот бесценный дар, самый прекрасный из всех, да и, что там говорить, единственный, которого стоит желать. Но у слова Страсть, кроме страдания, есть еще одно значение. Страсти – это дурные, скверные наклонности в человеке. Лень, обидчивость, жадность, гневливость, ну и многое другое, что мешает нам достойно жить. А бывает и так, что страсти не только омрачают жизнь, но и полностью порабощают человека, заставляя его совершать низкие, бессовестные поступки. Так случилось когда-то с одним из ближайших учеников Спасителя, Иудой Искариотом. Жадность, сребролюбие и зависть завладели его душой. Предал он Спасителя за 30 серебряных монет. Случилось это в среду. В этот день Господь был в Вифании, небольшом селении недалеко от Иерусалима. Он гостил в доме человека по имени Симон, которого раньше исцелил от неизлечимой болезни. И когда Господь отдыхал, к нему подошла женщина, держа в руках сосуд драгоценного душистого масла, мира, и разбив сосуд, возлила благовоние ему на голову. Увидев это, ученики стали говорить, к чему такая трата мира? Можно было бы продать его более чем за 300 монет, и раздать их нищим? Но Господь сказал, что вы ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Нищих всегда имеете рядом с собою, а меня не всегда. Возлив это мира на мое тело, она приготовила меня к погребению. И в самом деле, ничего более важного, чем крестный путь Господа, чем приготовление его к смерти, воскресению и искуплению всего человечества, не было и не могло быть в эти дни. Ученики смирились, то есть признали, что женщина поступила правильно. Но один из них, Иуда Искариот, смириться не смог. Он пошел к иудейским первосвященникам, врагам Христа и сказал, что вы дадите мне, если я предам его вам? Те предложили ему 30 серебряников. Он согласился. И с того времени стал искать удобного случая, чтобы предать Господа. И предал. И взошел Господь наш на крест и умер. И в третий день воскрес, даровав спасение миру. А что же Иуда? Не вынес он тяжести своего предательства. Отчаяние объяло его душу. Забыл он о милосердии Божьем, о всепрощающей любви Господа к людям и лишил себя жизни. Повесился. И вот этим совершил самый страшный, неисправимый грех. неисправимый, потому что не остается времени, не остается самой жизни на его исправление. Иуда мог бы получить прощение от Господа, если бы он сам не отчаялся в своем спасении. Ведь Господь, Господь готов простить любой грех человеку, если тот искренне кается. Вы наверняка знаете, друзья, что у Христа был ученик по имени Петр, один из двенадцати апостолов. После того, как Господь был взят под стражу, Петр, поддавшись страху, трижды отрекся от него. То есть, трижды предан. Однако, апостол Петр почитается церковью, как святой. А имя Иуда Искариота стало символом самого низкого предательства. Так в чем же здесь дело? Предавший Христа Иуда, когда увидел, к чему привел его поступок, потерял всякую надежду. Ему показалось, что Бог его уже не может простить, что Христос от него отвернется так же, как он сам отвернулся от Спасителя. И погиб. А Петр, Петр сохранил веру, сохранил надежду на то, что, несмотря на его отречение, Господь может простить его. Верил он, что Божия любовь сильнее любого греха. Слезами омыл Петр свое предательство. И Господь простил его. Вот как велико милосердие Божие. Каждого человека прощает Господь, лишь бы только было у нас желание исправиться и победить в себе все злое. А с Божьей помощью все возможно. Всего вам доброго, дорогие мои. До свидания, мои хорошие. И храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok